hello pupils and welcome to our english lesson our today's topic is round up and we are going to remind the most important moments that we have been studying from the very beginning of this academic year то есть главная цель сегодняшнего урока это вспомнить самые ключевые моменты которые мы изучали с вами в этом учебном году so we will revise the tenses such as past simple future simple the models can may must we will recall plural of the nouns the quantifiers many much little few some any the decrease of comparison of the adjectives some topics from civilization part of the civilization thinking of the uk and the usa and some moments from the vocabulary so let's begin open please your book at page 3 откройте ваши книжки на странице 3 and you will find this task you are supposed to join if you remember the infinitive of the verb is past simple form значит мы с вами сейчас вспоминаем past simple прошедшее простое прошедшее время здесь у вас была задача соединить инфинитивальную форму глагола с ее формой прошедшего времени непременно откройте и тетрадки которых вы выполняли это задание и сам учебник для того чтобы вспомнить как вы это делали с моей стороны я вам напоминаю что глаголы делятся на правильные и неправильные и неправильно правильно это потому что они формируют прошедшее время по общему правилу то есть по при добавлении окончания иди например play play играть играл вы и плит жить жил неправильные же глаголы они не подчиняются общему правилу то есть они формируют прошедшее время в индивидуальном порядке меняя в целом меняясь целом в основе своей и вы эти глаголы и в третьем классе и в четвертом классе изучали наизусть частичный список неправильного вы можете найти на странице 103 непременно это сделайте вспомните для того чтобы успешно пройти итоговый тест еще один важный момент в рамках этой темы это то что есть такие временные указатели которые вам подсказывают что в этом предложении нужно употребить именно past simple и никакое другое время такие например как yesterday вчера да если предложение есть слово yesterday но мы уже не будем употреблять на настоящее или будущее время last week прошлая неделя last month прошлый месяц one week ago неделя назад 2 months ago 2 месяца назад 3 years ago 3 года назад yesterday morning вчера утром и на индивидуальный 1 1990 году и так далее now open your book at page 9 теперь откройте ваш учебник на странице 9 гранатическая тема будущее время на и по этому тексту в котором все глаголы выполнены в будущем времени вы видите все они содержат частичку уилл уилл байл спэн визит уилл путь и так далее все они употреблены фьючер символ будущее время значит здесь все просто в отличие от пасты где нужно еще знать список неправильных глаголов здесь все просто но перед глаголом употребляем частичку уилл когда хотим что-то сказать утвердительно а и был плей я буду играть а его от плей я не буду играть will you play will you play будешь ли ты играть и краткий ответ yes i will да буду на уилл нет не буду вы должны понимать что этот уилл употребляется перед каждым местоимением то есть вне зависимости от лица местоимения да или местоимение которое употребляется перед глаголом и всегда говорим уилл или уилл нот кратко будет won't и временные я указатели маркеры этот морал нектии и на 5 years или in 2035 next plural of announce множественное число существительных вы в своих портфолио можете найти вот такую карточку которая вы получали из которой вы работали у вас у всех это задание выполнено что вы должны запомнить по поводу этой темы в plural of announce значит основное правило это тогда когда мы добавляем к существительному например в случае пен окончание с пен пенс ручка ручки кап капс кружка кружки до основное правило добавляем букву с ну и есть ряд других правил с зависимостью от окончания слова окончания существительного но меняется окончание которое вы добавляете для того чтобы употребить данное слово множественном числе значит если слово оканчивается на си-эйч с-эйч-эс-эс-экс-экс-эз такие как бокс вот что окончание будут уже и с бокс из вот через существительные которые оканчиваются на уай да вот и и в учебнике у вас есть такое правило например cherry berry обратите внимание перед этим этой буквой уай стоит к консомент то есть согласная буква не гласная а согласная значит когда такая ситуация происходит это буква уай растворяется ай да она меняется и вы добавляете дополнительно еще и с то есть черри черри с грей не грей не но если перед буквой уай классная буква то таких изменений вы не делаете все уже подчиняться будет общему правилу вот как слове этой вы видите окончания уай но перед этим этой буквой у вас не согласна а гласная буква то есть это не та ситуация как слове черри бэр следовательно здесь вы просто добавите букву с вспомнили если существительное оканчивается на ф или ф и то при переносе в множественное число буква ф будет растворяться и переходить в букву в и у вас будет вайф вайпс и пару слов исключения и child children ребенок дети мэн мэн мужчина мужчины или человек люди и ума у меня женщина женщины здесь также другая карточка которая с которой вы работали мы здесь изучали с вами фрукты и овощи и ягоды значит для дополнительной информации по поводу этой темы вы откроете учебник на странице 11 скул дэй значит очень важный момент мы вспомним слова которые относятся к теме школьный день какие-то глаголы которые показывают деятельность ученика в течение обычного школьного дня давайте это сделаем вместе то у вас мешочек словами и текст с пробелами анди wakes up early in the morning he usually gets up at seven o'clock he always does his morning exercises and makes his bed then he goes to bathroom to the bathroom and takes a shower he always has his breakfast in the morning then he goes to school and he is never late никогда не опаздывает he comes to school on time on time on time on time on time at school he is very busy he has many interesting lessons every day andy usually has lunch at two o'clock then he plays with his friends in the yard he always does his homework in the afternoon sometimes he helps his mother in the kitchen or his father in the garden andy never goes to bed late другие глаголы и словарный запас который имеет отношение к этой теме вы можете найти на страницах 20 и 23 то есть вот у вас ряд глаголов которые показывают деятельность на уроке и у вас ряд глаголов целевая установка была выбрать те те которые относятся к школе и те которые действия которые вы никогда не делаете во время школьного времени ну давайте прочитаем эти глаголы вместе просто что вспомнить draw draw рисовать read читать write писать jump прыгать swim плавать play совершенно верно играть sleep спать fight драться run бегать shout кричать professions профессии значит эта тема отражена у вас на странице двадцать шесть двадцать восемь непременно вспомните профессии профессии вы можете также открыть и ваш словарь для того чтобы вспомнить у вас там записано с переводом сейчас мы их просто быстренько прочитаем хором артист бейка клэрк кук детектив инжинир мюзишин пайлайт тейлор верт и это задание тоже у вас выполнено в тетрадках вы должны вспомнить и такое в принципе с таким вы столкнетесь и в итоговой контрольной работе когда надо будет прочитать деятельность да и угадать кому она относится какой профессии например my close who makes close кто делает создает одежду шьет одежду прайдю а тейлор где вот тейлор ну и так далее значит повторите все это индивидуально далее в модуль с модальные глаголы здесь мы вспоминаем три базовых вода модальных глагола это кен маст и мэй мы помним что и кен и мэй переводим как мочь может но отличие между ними в том что кен показывает способность или возможность совершения действия мэй разрешение да когда я говорю о кен скейт или ай кен свин это значит что физически я это умею делать когда я говорю мэй ай гау аут могу ли я выйти или мэй ай гау фрулок могу ли я пойти погулять значит данном случае вы спрашиваете разрешение они говорите о своих физических способностях и маст переводим как должен i must study well я должен я обязан учиться хорошо при позиции с предлоги у меня странице 43 вашем учебнике есть интересное упражнение номер 5 который отражает вот эту тему предлоги значит что вы должны запомнить ну ключевые самые часто распространенные предлоги in on it in употребляем таких ситуациях как in the morning in the afternoon in the evening in february заметьте перед месяцами перед временами года in spring in summer in winter или когда мы хотим сказать какой-то год дальше он употребляем перед днями недели on sunday on monday morning видим down и так далее заметьте здесь у вас не просто мэй как месяц да вот как здесь было собрали здесь у вас мэй из конкретная дата так вот перед датой мы говорим о он мэй фай а если мы хотим сказать просто в мае мы скажем и мэй в мае дальше это больше показывает направление если мы говорим о до обстоятельствах места at school at home но если мы говорим по употребляем этот предлог по отношению к обстоятельствам времени то тогда он выступает в таких ситуациях как как night ночью это тяну кода перед конкретным временем да на часах at sunrise на рассвете на рассвете на закате и так далее итак теперь мы не матч хотел фью значит и мы не и матч переводим много лидер фью переводим мало в чем разница между этими словами не словами в паре значит мэнни а также как и фью обслуживают существительные исчисляемые countable а матч лидер обслуживает неисчисляемые существительные то есть он канты был нас по картинке которая есть в вашем учебнике на странице 63 очевидно какие существительные являются каунта значит те которые можно сосчитать например голос пламс apple и неисчисляемые существительные такие как флава мука сыр хлеб а джем то есть в принципе мы когда говорим много муки мы не говорим мы не считаем муку мы считаем килограммы граммы этой муки или упаковки в которых они располага расположен идем дальше сам и значит и то и другое переводим как несколько значит сам вы будете встречать в утвердительных предложениях например вера сам и ползом и тейпл на столе есть несколько пару яблок несколько или пару яблок а и не употребляем если предложение отрицательное что такое предложение отрицательное глагол может быть в отрицательной форме или если предложение вопросительное вы видите знак вопроса например в ранот и не область он батейл а но глагол в отрицании следовательно здесь нет места сам только пене а дая и не и ползом в тейпл увидим вопросительный знак значит здесь нет месту сам только пене и еще одно а хэнд и никит у меня нет ни одной кошки хэвэнт и глагол в отрицательной форме ну и это упражнение вы наверняка найдете в ваших тетрадках выполнены можете вернуться к записям тетради на теме по цивилизации great britain я много останавливаться не буду вы откроете ваши учебники на соответствующей теме и прочитаете и информацию которая охвачена была на этих страницах единственное я вам напомню что объединенное королевство в реке состоит из четырех частей самая большая это ингланд затем у вас уэйлс скотланд и новин айланд значит англия уэйлс шотландия и северная ирландия вот все это является объединенным королевством а great britain отдельно это вот только эти три региона уэйлс ингланд и скотланд это great britain если еще здесь охвачить добавим еще четвертую часть новинайланд это уже будет объединенное королевство в реке достопримечательности лондона вспомните о них мы в принципе и формативная формативную контрольную работу недавно писали по этой теме поэтому это прямо совсем свеженькая информация для вас в юсей то же самое вернетесь к учебнику на странице 86 прочитайте еще раз внимательно эту информацию информацию о статуе свободе и можете пройтись по упражнению четыре джу фоллс дегрессов компании также тема которая была охвачена уже в период карантина на дистанционном обучении что вы должны понимать по степенях степенях сравнения значит есть так называемые короткие прилагательные да такие как как прийти короткие и есть прилагательные длинные там где более двух слог бьюри фолл пинчерстинг мэйзинг денджерс и так далее значит для того чтобы нам употребить степени сравнения сказать старше или красивее вы идете по двум шагам по двум путям разным если слова короткая значит степень сравнения формируется при добавлении окончания и и и и стиль для превосходного для превосходной степени если слово длинное вы употребляете дополнительные слова но вы мост и у вас пару исключений год хороший это лучше бдс самый лучший бед плохой ворс хуже the worst самый плохой и опять же можете вернуться к вашим тетрадкам где вы выполняли вот эти домашние задания связанные с этой темой и домашнее задание которое я вам предлагаю значит пройдите по ссылке follow the link in realize eight interactive exercises значит под видео вы найдете эту ссылку она вас приведет к одной сетке которая состоит из восьми упражнений вы откроете каждую из этих упражнений и выполните это вам поможет закрепить материал который мы прошли в течение этого учебного года и это вам поможет подготовиться качественнее контрольной работе которая будет на следующем уроке книжку мы не никуда не забираем далеко от себя книжка всегда у нас в руках пользуемся ею листаем от корки до корки и закрепляем материал 第 10ダ вау вау ваа ва 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 Goodbye!